Всем привет, это Мировестник. Сегодня мы будем обсуждать перестановки в Абхазском правительстве, в частности, назначение Шамбы на пост министра иностранных дел. Сегодня у меня в гостях человек, который не очень-то нуждается в представлении, это Вахтанг Олбайи, но все равно будем соблюдать формальности. Он сейчас является депутатом Верховного Совета Абхазии. Здравствуйте. Пока я перейду к вам, я всем напомню, что наша передача является проектом информационно-аналитического центра Абхазии. Нас можно смотреть на Абхазия.info.com, на всех платформах, включая Facebook, YouTube и TikTok. Еще раз спасибо, Ваттон Вахтанг. Давайте сегодня будем говорить про очень интересные перестановки в Абхазском правительстве. Самое важное, наверное, событие, что Шамба, в конце концов, назначен министром иностранных дел. До этого он был секретарем Совбезов. В первую очередь, я что хочу спросить, Совбезов в Абхазии что-нибудь решает, как институт является серьезным инструментом для президента? Спасибо за приглашение. Я впервые на вашей передаче. Мне она очень нравится, честно говоря. Естественно, мне приятно беседовать с таким корреспондентом, если можно так сказать, как вы. Что касается Совбеза. Совбез не является значимой фигурой или инструментом в правительстве Абхазии, но, естественно, это та структура, где, я бы не сказал, что для людей, которых негде занять, но в любом случае Сергей Шамба был тот человеком, который придал вес этой структуре. До того практически его не было видно, хотя в свое время там был Станислав Лакоба и тоже был значимой фигурой. Ну а сейчас Сергей Шамба опять вернулся, как говорится, в свою стихию по знакомым лицам. Помните, была такая рубрика в «Крокодиле» в свое время? Так что Шамба, который раз возвращается на этот пост, он 13 лет с лишним воздревал это ведомство и, естественно, его возвращение. Что-то это значит, что неспроста делается. Если учесть процессы, которые идут в Абхазии, вокруг Абхазии и во всем мире, то, естественно, что-то новое можно связать с приходом к Шамбе. Кстати, не так давно, значит, наверное, очень многие посмотрели видео вашего разговора с Шамбой. Я только, конечно, смотрел, там сотни тысяч просмотров. Я и так знал, что человек очень прагматичный, Шамба является человеком очень прагматичным. Разговор, конечно, вышел очень интересным. Давайте сейчас посмотрим отрывок из этого разговора, вашего разговора с Шамбой, потом продолжим ваш разговор. Я неоднократно говорил на эту тему, и многим в абхазском обществе не нравится моя позиция, чем я часто сталкиваюсь. Я всегда говорил, что если есть проблема, то в первую очередь нужно разговаривать. И нет таких народов, я много раз об этом говорил, соседних или близких, или даже родственных, которые не воевали бы между собой. Поэтому здесь нужно разговаривать и искать возможности для мирного сосуществования. Но это многие не понимают. Я как вижу, не только в Абхазии, но и в Грузии тоже есть люди, которые со всех еще настроены очень агрессивно. Но я думаю, со временем это пройдет. Правда, очень много времени прошло, после войны, 30 лет уже можно было бы как-то начать какие-то движения в сторону взаимопонимания. Но это медленно происходит. Я всегда поддерживал народную дипломатию. И когда был министром иностранных дел, наши представители очень часто встречались с грузинскими своими оппонентами. Ну, это возможность была понять позиции друг друга. Это очень важно для начала того, чтобы как-то сдвинуть проблему с мертвой точки. И я ищу за это. Я считаю, что нужно задействовать разные каналы для связи. Еще раз повторяю, это многим не нравится, еще раз повторяю, между нашими народами существует конфликт, порожденный многими историческими обстоятельствами, особенно войной. И для того, чтобы преодолеть этот конфликт, нужно разговаривать и искать пути взаимопонимания и дальнейшего сосуществования. Ну, вот, что можно сказать. Я повторю, человек очень прагматичный. Он все время подчеркивает, что с Тбилиси нужно договариваться. Это не так просто в Абхазии. На самом деле, такое говорить в Абхазии, наверное, не так просто. Но Шамба может себе это позволить. То же самое время, он все время подчеркивает, что Абхазия просто-напросто не может позволить себе портить отношения с Россией. Это тоже очень интересно. Что вы можете сказать про его отношения, этот его прагматизм? Это дает о себе знать, потому что вы, конечно, с ним общались и за кадром тоже. Не раз, наверное. Что вы можете про него сказать? Вы правильно сказали. Человек очень прагматичный, практичный. И человек, который, как говорится, о себе на уме. Он постоянно был на плаву, еще в те времена, когда у нас было возможно еще до войны общаться. Хотя близких отношений у нас не было. Он представлял то крыло абхазского общества, которое было очень влиятельной организацией. Он возглавил Аид Галлара после Алексея Гугуа. Гугуа был писателем, очень известным человеком. Но он считался немного, так сказать, либералом. И поэтому избрали Сергея Шамба, руководителя этой организации, которая очень активно начала вести ту борьбу, скажем так, которая не совсем, так сказать, ложилась в конвей или находилась в конвей, того, что мы, грузинская часть, хотела бы видеть в лице Аид Галлара. И во время и в начале войны он проявил себя с самой активной стороны. И в одно время его ушли из политики, это после войны, но потом опять же вернули его в эту политику. И он находил общий язык со всеми сторонами. Я помню, что его очень уважали международные организации, европейские структуры, которые участвовали в этом процессе. Это так называемая группа друзей Грузии из ООН. И, естественно, он очень был востребован тогда международными организациями. И, как вы сказали, заметили, он в то же время очень осторожно относился к позиции России, естественно. Это был, естественно, его, так сказать, нарратив. В любом случае он старался пить между огнем и, как говорится, водой, между этими двумя абсолютно противоположными политическими сторонами. И у этого у него получалось. После войны он настолько вошел в доверие к международным организациям, что был большой наплыв НГО, так называемых, неправительственных организаций, которые финансировались из этих международных структур. И он пользовался доверием в этих организациях. Поэтому его уход, как говорится, на задворки политики в Абхазии повлияло на активность этих международных, этих неправительственных организаций. И, учитывая то, что он имел большой опыт и большой авторитет, все-таки в Абхазском обществе его пригласил Жаня на эту структуру. Почему сейчас? Почему сейчас? Ну, с этого мы и начали. Видимо, что-то меняется. Если учесть тот отрывок, фрагмент нашего разговора, который практически длится очень недолго, это не новый его, так сказать, характер, не новый, потому что, как вы сказали, он очень часто говорил, что какие-то отношения между соседями должны быть. Я подчеркиваю, он не говорил, так сказать, что, главное, Грузия возвращается. Он придерживается четкой позиции по сегодняшний день, что Грузия – это независимая, как и Абхазия страна, если какие-то отношения должны быть, то они должны быть вместе с двумя суверенными государствами. Хотя тот посыл, что отношения все-таки должны быть, экономические отношения, вот это у него, так сказать, как говорится, на языке. И то, после той передачи, которую сейчас показали, его критиковали когда-то за то, что он это сказал. И как и меня здесь критиковали на этой стороне, так и его критиковали, и такие были отклики. Миротворцам всегда трудно. И его упрекали в том, что он дает возможность Грузинам вступить в Абхазию или в Абхазию с экономическими проектами. Сперва экономические, так сказать, поблажки, потом политические поблажки. Это чревато, как говорится, большим наплывом грузинского интереса в Абхазию. И это все может возводиться, приблизиться на рельсы прошлых отношений. Но, честно говоря, вы заметили, наверное, заметили, что на фоне Ардзимба, Иннала Ардзимба, который отличался очень резким негативным отношением ко всему грузинскому и ко всему тому, чем занимались неправительственные организации в Абхазии, появление Шамба, я думаю, даст возможность неправительственному сектору более активно сотрудничать со всеми. Я не хочу выделять, как говорится, грузинское НПО, но в любом случае, то, что какие-то отношения изменятся, или отношения каким-то образом будут смягчены, в этом я, как говорится, уверен. Потому что, как мы с вами сейчас говорили, человек прагматичный, практичный, и поэтому он не может не ориентироваться на российскую политику. Поэтому исходить надо из того, что и России выгодно, чтобы это был такой человек, который может, так сказать, выступать с такими лозунгами, и Западу это может быть на руку, потому что он имеет, как уже говорил, опыт общения с Западом, и поэтому, ну, не будем, как говорится, предвосхищать события. К сожалению, вперед не будем, да. Он, наверное, исходя из того, что фигура сильная, человек очень опытный, уважаемый, он, наверное, может кое-как построить свою, то есть построить абхазскую внешнюю политику, скажем так, под свое видение, да, получается. В отличие от, ну, там Тужба был, после Ардзимба, которого сняли, потому что он погулял по Америке, потом был Бигово, по-моему, да. Ну, недолго, да. Он недолго подержался там. Только, ну, конечно, не сравнить их, ни Шамбо, и даже с Ардзимбой не еще сравнить, потому что Ардзимба это точно, скажем так, серьезное, вот. Ну, я бы не сказал, что переменного вклада. Ну, конечно, нет. Ну, все равно, да. А там еще вот интересная перестановка, на его месте перевели Ахибу, он был начальником СГБ, а на… Лолуа. Да, на его месте в Луково назначили. Да, на Луко Мегрилов там грузинов, значит, получается, да, с мегрильскими фамилиями. Что, идет мегрильзация правительства Бжани, что ли, и что происходит? Да, это… Как вы это смотрите? Я смотрю на это как на шутку, потому что там люди с абхазской фамилией, они абсолютно не чувствуют себя грузинами, они чувствуют себя абхазами, и в этом их нельзя винить, как говорится, в кавычках тое самое, потому что люди, которые работают на этих должностях, они в своем характере, в своей генетике, если не считают генетику, то есть каких-то запамятных времен, это люди, которые воспитывались на абхазских традициях, на тех мировоззрениях и видении Абхазии в общем контексте грузино-абхазских отношений, которые им внушали это в это время, поэтому видят в них мегрилы, я бы стал вместе с всего, честно говоря, они будут проводить ту политику, которая, в общем-то, сегодня существует. И опять возвращаясь к тому, может ли он, Шамба, построить внешнюю незамеченную политику, я в этом не стал бы столь уверенным, потому что, хотя вы тоже под вопросом все это поставили, под вопросом. Но, опять же, возвращаясь к тому, знаю его характер, знаю его, не боясь, скажем так, высказывать свои мысли в слух и защищать эти мысли, которые не всегда проходимы и, скажем так, приемлемы в абхазском обществе, вот это наталкивает на мысль, что он может продвигать такие идеи, и, видимо, это с подачи, не будем уточнять с подачи с какой стороны, что ему придется бороться за эту свою, так сказать, позицию в том же ключе, в том же ракурсе, который он имел до этого. Кстати, вот эта позиция, о которой мы сейчас говорим и видим в Шамба, она была подхвачена в свое время и Асланом Пшане, когда он приходил к президенту. И эту идею, эту риторику, так сказать, мы услышали в речи Янг Хваба тоже. Хотя после того, как Пшане стал президентом, Янг Хваб опять стал премьером, этот слоган из их, так сказать, их речи ушло. Даже более того, помните, что в Конституции Пшане я предлагал, так сказать, вещи, которые открывали дорогу к экономическому отношению между Сухом и Тбилиси. Еще даже писали, по-моему, какой-то пункт там, концерт темнешней политики Абхазии, наше дело с Грузией, но потом убрали. Убрали под нажимом и под состоянием общественности. И то, что сейчас муссируется, к чему готовы Абхазы. Давайте не будем себя обманывать, скажем так, грубо, потому что абхазское общество пока готово только к тем переменам, которые дают возможность общения между Сухом и Тбилиси в плане экономического, культурного, социального и так далее, общения. Дальше и требовать, и быть в ожидании что-то, так сказать, в этом плане, в плане признания и так далее, я бы стал пессимистическим. Да, конечно, эти вопросы очень трудно решаемые, но, скажем, скорее всего, нужно заняться теми вопросами, на которые можно работать, экономические культуры и отношения. И остальное подождет, да, наверное, да. Да, другого пути у нас нет. Я так думаю, что сейчас процессы, которые идут в Абхазии, я слышал вашу передачу по поводу тех законопроектов, которые продвигаются господином общения, они, если не сегодня, то завтра опять же встанут на повестку. Да, вернут, конечно. Вернутся к этому вопросу, потому что это настолько сложный процесс, это сложный вопрос. Почему? Значит, известно, помните, этот многостаничный документ, который предполагает гармонизацию закона в Абхазии и подвести его под законы России. Они предполагают, помимо гражданства, предполагают введение таких экономических новшеств, которые предполагают приватизацию энергохозяйства в целом в Абхазии. Предполагают законопроекты несиний изменений в частную собственность. на законопроекте по земельному вопросу, который в Абхазии очень сложно протащить, извините за жаргон, но делается все, чтобы каким-то обходным путем прийти к искомому. То же самое это закон об апартаментах, который сейчас не прошел, но он, как я уже говорил, может опять считать повестку дня, поскольку по-другому подойти к тем вопросам, которыми интересуется Россия, им сложно будет. И они идут потом, и чтобы раз не решает президент, какие на него, так сказать, нападки, скажем так, грубо, то он Верховный Совет, Народное Собрание Абхазии, он пользуется большим авторитетом и большим влиянием в абхазском обществе. И через вот депутатский корпус они будут пытаться протащить, протащить, опять же, грубо говоря. Я тоже этим термином пользуюсь. Да, протащить, да, интересующие вопросы, которые не может решить ни Анклаб, ни Бжане. Поэтому очередные выборы, которые будут, опять же, так называемые, как мы говорим, выборы в Абхазии, они будут все больше укомплектованы теми людьми, которые будут играть в политику, которую будет им предлагать тот же Бжане или тот же Анклаб. Чтобы оттащили законы. Да, отношения законопроектов, которые будут подвигаться. Сейчас у них другая пора, серьезная пора. Они перед очередными выборами в будущем году у Аслана будут выборы. Я не думаю, что у него будут серьезные конкуренты. Хотя то, что он делает, настолько входит он в доверие к Кремлю, что Кремль его будет поддерживать. Это не самое последнее, хотя мы знаем на опыте их отношения Хаджимба и Багапша в отношении таких президентств, насколько не всегда абхазское общество готово к тому, чтобы поддержать. Ну тогда у Хаджимба был серьезный конкурент в лице. Сергей Швабб, да. Сергей Швабб, да. Да, настолько сейчас у Бжане нету конкурентов, на самом деле. Практически нет таких конкурентов, которые могли бы противопоставить, ему мог бы противопоставить быть Кремль. Потому что Кремль смотрит, Кремль анализирует и он видит реальные кандидатуры. Других там сейчас нет. А как это получилось, что никого не осталось? Потому что раньше абхазская политика всегда бурлила, я помню. Ну, во-первых, скажем так, возвращаясь к теме Шамба. Шамба два раза баллотировался в президенты. Да. Если в перспективе, опять же, я ничего, никакую информацию не имею в этом плане, но только сейчас прислала мне в голову, что на будущий год, на будущие выборы сильнее кандидатуры, чем в Шамба, в Абхазии сегодня не будет. Я просто сейчас анализирую, как мысленно просмотрел все эти кадры, которые на плаву или на виду, сильнее в политическом плане, в плане, так сказать, мышления, в плане подготовки, опыта, сильнее Шамба. Ну, там, потом, ах, так и что, деньги нужны? Я не в курсе. Деньги всегда найдутся, если будет отходящая кандидатура. А, деньги найдутся из Москвы, например, вы это имеете в виду? Да. Понятно, это очень интересно, на самом деле, потому что я вот недавно обсуждал в нашей передаче с христианами, что если Жанне не удалось протащить этот самый законопроект про аппартов Телли, может быть, в Москве не очень довольны им, да? Да, конечно, да. Ну, спасибо моё за это не скажут, поэтому он постарается до, так сказать, повторного избрания протащить этот закон. Это будет и в будущем году несколько месяцев для подготовки общественного сознания у него есть. Но если он это не сможет, то реальная кандидатура, которая будет в отделе, будет в Шамбре, я так думаю. Хотя не утверждаю. Интересно. Значит, начали нашу передачу тем, что вот как он стал перед министром, а сейчас заканчиваем тем, что может стать президентом Абхазии. Огромное спасибо, Батонов Ахтанг. Спасибо вам. Я рад, что вы побывали у нас в передаче. Ну, и, как говорят у нас на Угрузинском, не первое, не последнее, буду, надеюсь. Спасибо огромное. Мы ещё вернёмся. Спасибо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова